Дублирующий контент. Раз и навсегда. Сегодня мы поговорим про дублирующий контент и про то, чем он может быть опасен для вашего канала. А это на самом деле очень важно понимать, потому что если вы будете дублировать контент, то на вашем канале могут отключить, либо не одобрить монетизацию. Ваш канал может быть заблокирован за нарушение правил YouTube. Поэтому очень важно раз и навсегда проговорить основные принципы, связанные с дублирующим контентом, и чтобы вы понимали, как избегать рисков для вашего канала. Также сразу хочу отметить, что из каждого правила есть исключение, и всегда найдутся те, кто не соблюдает такое правило, но по какой-то причине их каналы еще не забанены. Это вовсе не значит, что вам нужно действовать так же, как они, поскольку в подавляющем большинстве случаев те, кто пытаются пойти таким путем хитростей, обхода алгоритмов и так далее, получают бан канала, либо отключение монетизации, и тратят свое время впустую. Итак, давайте переходить к тому, что же такое дублирующий контент. Есть несколько видов дублирующего контента. Это дублирование с другого канала, то есть когда вы перезаливаете видеоролики с другого канала, либо там телевизионные видеоролики, если говорить о сером контенте, либо используете видеоролики с лицензией Creative Commons, что тоже несет опасности в настоящих реалиях. Также бывает другого рода дублирование, это внутреннее дублирование. Например, у вас есть канал, и вы заливаете одинаковые, либо плюс-минус похожие видеоролики, оптимизируя их под разные поисковые запросы, чтобы занять больше свою нишу и охватить большее количество поисковых запросов и больше охват аудитории создать. Это тоже вариант дублирования, но это внутреннее дублирование. Также внутренним дублированием будет являться зацикливание видеороликов многократное, например, как делают музыкальные каналы, которые создают короткий оригинальный отрывок и затем зацикливают его на часы. И создание дайджестов, когда, к примеру, вы выпускаете два раза в неделю пятиминутные ролики и потом раз в месяц создаете компиляцию из всех вышедших за этот месяц видеороликов. Это тоже может представлять определенную опасность. Следующая категория – это разного рода переводной контент. Ну, например, вы будете переводить видеоролики какого-нибудь американского популярного видеоблогера. Или у вас есть русскоязычный популярный канал, вы хотите открыть англоязычный, англоязычный, какой-нибудь там канал еще на немецком, на французском и так далее языках, с тем же самым видеорядом просто изменить озвучку. Это, в принципе, тоже дублирующий контент. И в каждом из этих случаев есть свои особенности и свои правила, которых надо придерживаться для того, чтобы избежать проблем. Давайте начинать по порядку. Начнем с полного дублирования с другого канала. Ситуация первая. Если вы используете какие-то перезаливы, серый контент, то есть пиратский контент, берете чьи-то видеоролики, у вас практически нет шансов по состоянию на 2019 год. Потому что на таких каналах не одобряют монетизацию, отключают монетизацию. Такие каналы банят за спам, обман, мошенничество. Такие каналы банят по авторским правам. Такие каналы банят по принципам сообщества. Короче, с наибольшей вероятностью вы с таким каналом не сможете ничего сделать. Он не принесет дохода, он будет забанен. Заниматься серым пиратским контентом в настоящий момент времени, я считаю, не актуально. Что касается уникализации контента, об этом мы поговорим несколько позже. Там тоже будет важная информация. Теперь, что касается неполного дублирования. Ну, к примеру, вы используете видеоролики по лицензии Creative Commons, которые даже где-то размещены на YouTube. И вроде как доступны для скачивания, повторного использования. И это даже разрешено правилами YouTube. Однако, по факту, такие видеоролики тоже попадают под алгоритмы, контролирующие дублирование. И каналы, которые просто перезаливают видеоролики Creative Commons, часто теряют монетизацию и отправляются в бан. То есть, правила правилами, но нужно смотреть на объективные реалии. И на то, какую ценность и какую новизну несет тот или иной контент. YouTube борется с перезаливами. Ему не нужны перезаливы видеороликов на платформе, потому что это снижает качество контента. И это своего рода попытка обойти работу алгоритмов. YouTube нужно много интересного, качественного, оригинального контента. YouTube не нужно, чтобы кто-то паразитировал на уже заранее созданном контенте. Даже когда речь не идет о прямом и непосредственном нарушении прав. Когда речь идет просто о создании копий контента. Потому что это снижает качество платформы. YouTube это не нужно. То есть, использовать какие-то видеоролики по лицензии Creative Commons это тоже опасно. И теперь мы переходим к другому варианту неполного дублирования. А именно к каким-то цитатам, к каким-то вставкам. Либо к контенту наподобие реакции. Ну, в контенте по типу реакции больше возникает проблем по авторским правам, нежели по дублирующему контенту. Поскольку обычно там, если заявитель, правообладатель чем-то недоволен, он будет кидать страйк именно по авторским правам. То, когда мы говорим о цитировании, здесь нужно соблюдать довольно простые, понятные правила. Используйте по возможности максимально короткий фрагмент, который должен составлять лишнюю значительную долю видеоролика. Плюс этот фрагмент должен быть таковым, чтобы его исключение из всего произведения целиком никак не меняло смысл данного произведения. То есть, цитирующий фрагмент не должен стоять в центральном месте. Он лишь для пояснения, для описания, для большего раскрытия сути описываемого явления. И так работает цитирование. И более того, если какие-то проблемы и возникают в этом случае, то опять же не с дублирующим контентом, а с заявлениями от правообладателей, что в принципе довольно быстро и эффективно решается подача встречного уведомления с описанием того, что это действительно цитирование, а не плагиат и не нарушение авторских прав. Далее. Мы переходим к внутренним дублям. Это очень важная категория дублирующих видеороликов, потому что авторы зачастую считают, что они ничего не нарушают, что они делают все правомерно, а в итоге каналы банят либо отключают от монетизации. Ситуация номер один. Вы решили один и тот же ролик или максимально похожие видеоролики, примерно из одного и того же видеоряда, залить несколько раз на свой канал и оптимизировать их под разные поисковые запросы. Ну, к примеру, у вас какой-нибудь там магазинчик, вы торгуете айфонами и вы начинаете заливать. Купить айфон в Москве недорого, это первый видеоролик. Где купить айфон в Москве второй видеоролик. Сколько стоит айфон XR в Москве, например, и так далее. И у вас там два или три десятка видеороликов, которые максимально похожи. Либо это просто один и тот же видеоролик, перезалитый многократно, с небольшими незначительными изменениями, только чтобы система пропустила и разрешила его в загрузку. Такой канал превращается в сборник спам-контента. И когда алгоритмы, сканирующие канал на предмет дублирования, до него доберутся, с высокой вероятностью они его заблокируют. Поскольку такой канал на самом деле несет в себе спам, обман, введение в заблуждение. А если еще есть дополнительные манипуляции с метаданами, то еще возрастает риск бана такого канала. Поэтому не нужно так делать. Создавайте оригинальный, качественный контент. Не стремитесь действовать по принципу SEO-продвижения сайтов за счет создания огромного количества контента под низкочастотные запросы, когда этот контент не будет являться уникальным. Важно понимать и важно здесь расставлять правильные акценты. Далее. Другой вариант внутреннего дублирования. Если вы выпускаете короткие видеоролики и затем раз в месяц выпускаете дайджесты, то есть компиляция этих видеороликов. Редко так делать можно. Это допустимо. Это не является нарушением. Однако, если значительная доля вашего контента, скажем, половина или 60% или более, будет представлять собой просто разного рода компиляции, где ролики собраны из одних и тех же фрагментов, просто переставленных местами, это будет уже вполне себе дублирующий контент, и вы будете находиться в зоне риска. Так делать не нужно, потому что вы рискуете потерять монетизацию и лишиться канала. Выпускайте значительную долю оригинального контента. Изредка делать компиляции можно. Мы можем видеть огромное количество детских каналов, либо каналов в тематике, короче говоря, что будет если, и так далее, которые выпускают подборки. Например, там, короче говоря, защитим диплом все серии, и так далее. Либо вы выпускаете сериал, который выходит вначале у вас по одной серии, а потом, когда он вышел целиком, вы выпускаете один монолитный видеоролик, в котором будут сразу все серии данного сериала. Это допустимо, но злоупотреблять этим, конечно же, не стоит. Будьте с этим максимально осторожны. Далее, что касается тех авторов, которые искусственно удлиняют контент путем зацикливания. Ну, например, вы создаете музыку или там какой-нибудь клип, или танцевальный ролик, или что-то в этом роде. И для того, чтобы этот ролик был, скажем, не 8 минут, вы его зацикливаете там 8 раз и получаете часовой ролик. С этим нужно быть осторожным, поскольку, опять же, злоупотребление зацикливанием приводит к тому, что на вашем канале будет огромное количество внутренне дублирующего контента. Есть прецеденты, когда авторы музыкальных каналов отключают монетизацию за то, что они используют именно вот такого рода зацикленный контент. Поэтому лучше создавать оригинальный контент, который не придется многократно дублировать и повторять. Да, понятно, что есть форматы, в которых наибольшим успехом и он лучше всего продвигаются, наибольшим успехом пользуются и он лучше всего продвигаются видеоролики длиной час, два, три и более. В таком случае, конечно, создавать весь оригинальный видеоряд будет достаточно дорого, но злоупотребление зацикливанием видеоряда может привести к тому, что на вашем канале отключат монетизацию. Будьте готовы к этому, не злоупотребляйте, создавайте больше оригинального контента на вашем канале, чтобы держать положительный баланс, так скажем. Что касается перевода контента, своего либо чужого. Во-первых, когда мы видим каналы, где переводят каких-то американских видеоблогеров, то зачастую мы видим именно лицензионный перевод, когда есть договор, либо хотя бы устная договоренность между автором американского канала и русскоязычным, либо другим каким-то локализатором. В такой ситуации чаще всего YouTube предупрежден о том, что данный контент не является пиратским и что с разрешения автора и правообладателя делается локализация на другой язык. Что значит YouTube предупрежден? Если у вас крупный канал, на котором более 100 тысяч подписчиков, и тем более, если у вас есть персональный менеджер от YouTube, вы можете с ним связаться и сказать, что я хочу делать перевод моего контента на такой-то язык вот на таком-то канале. Поэтому прошу для себя пометить, что этот канал не является пиратским, что это мой же канал, здесь будут переводы. Еще иногда новый канал создают в том же аккаунте, в каком создан основной канал. Ну, например, если взять случай, как вот сливки шоу и переводы на другие языки. Но здесь следует понимать, что система у YouTube работает не идеально и иногда могут происходить сбои. В частности, могут заблокировать хотя бы один или несколько каналов по подозрению на то, что они этот контент воруют, либо нарушают правила, связанные с дублирующим контентом на YouTube. Как следствие, могут пострадать все каналы, находящиеся на одном аккаунте. А значит, и основной канал тоже может пострадать. Такие прецеденты были. В связи с этим, в целях безопасности, многим авторам рекомендуется новые каналы для перевода на другие языки открывать в других аккаунтах. Но так у них нет ассоциации с основным каналом. Для YouTube они выглядят совершенно сторонними. В этом случае, чаще всего, вопрос решается через поддержку YouTube, либо через личного менеджера путем уведомления YouTube о том, что да, это мои каналы, в них тот же видеоряд, но мы переводим озвучку на такие-то, такие-то языки. Прошу их не блокировать, не наказывать, они не нарушают правил. Просто это переводной контент. И часто это срабатывает. Однако, YouTube не был бы YouTube, если бы на нем периодически не происходили сбои. И мы видим, что такие каналы иногда тоже страдают. Например, аналогичный сценарий реализовался на канале Бабу, когда он просто создал канал, переведенный на другой язык, и в итоге ему этот канал заблокировали. Совершенно неправомерно заблокировали. YouTube посчитал, что это канал, который делает дублирующий контент, и просто его переводит, и забанил такой канал. Надо постараться предупредить об этом YouTube, естественно, но иногда приходится потом уже по факту отстаивать свои права, добиваться разблокировки, тратить на это большое количество времени, что, конечно, не всегда удобно и вызывает дополнительные переживания, дополнительный стресс, чего бы нам хотелось избежать. Есть еще один вариант, который поможет технически делать не дублирующий контент. Когда вы снимаете какие-то видеоролики, вы можете проводить многокамерную съемку, поставить две камеры рядом, которые будут снимать практически одну и ту же, но на самом деле не идентичную картинку, потому что видеоряд-то будет разный, и даже если камеры отстоят на несколько сантиметров друг от друга, они уже будут снимать все-таки разный контент. Технически, с точки зрения цифрового отпечатка, по которому производится сканирование контента на YouTube, это будет разнообразный контент. А потом еще, делая разные приемы на монтаже, вы можете дополнительно повысить уникальность такого контента. Вообще никто не придерется, никаких проблем не возникнет. Ну, например, вы снимаете там что-нибудь, не знаю, где-то поставили просто две камеры, пишем на обе. Видеоряд с одной камерой у нас идет на русскоязычный канал, с другой камерой у нас идет на англоязычный канал. Что делать, если такого нет? Если вы уже сняли весь контент на одну камеру, и нужно как-то принимать меры, вы связались с YouTube, но гарантии нет, вы хотите дополнительно обезопасить себя. Переработка исходного материала может вам помочь. Когда вы по-другому склеиваете, комбинируете фрагменты, делаете глубокий монтаж, накладываете дополнительные эффекты, делаете дополнительные вставки, что-то еще подснимаете. Так вы повышаете уникальность вашего материала, и уже каких-либо проблем, связанных с дублированием, на нем, скорее всего, не будет. Теперь наверняка у многих возникает вопрос по уникализации контента. С какими бы целями вы не задавались этим вопросом, YouTube сейчас работает довольно совершенным образом в плане идентификации видеоряда, и аудиодорожек тоже. Поэтому уникализация в большинстве случаев не помогает. Я помню, раньше, много лет назад, были даже такие инструкции для тех, кто занимался пиратским контентом, как уникализировать видеоролики, чтобы их не распознавала система Content ID и так далее. А ведь алгоритм, который распознает дублирующий контент на YouTube, работает по тем же принципам, что и система Content ID. То есть анализируются цифровые отпечатки видеороликов. Сопоставляются, выявляется степень схожести, степень дублирования. При определенном пороге происходит срабатывание. Не нужно пытаться обмануть алгоритмы YouTube. Они уже совершенные, продолжают активно развиваться. Они с высокой точностью определяют даже сильно обработанные эффектами, искажениями и так далее дублирующий контент. Поэтому здесь, если вы хотите взять чей-то чужой видеоролик, его уникализировать, перезалить, лучше этим не заниматься, это бесперспективно. Что касается повышения степени уникальности ваших видеороликов, это все-таки несколько другая история. И, как я сказал, другой монтаж, другая склейка, дополнительные съемки материалов, вставки, изменения видеоряда. Это все может помочь вам сделать ваш контент более уникальным. Опять же, не с целью обхода каких-либо алгоритмов. Нет. С целью придания вам дополнительной уверенности в том, что алгоритмы YouTube по ошибке не накажут вас за то, что вы будете использовать, по сути, тот же видеоряд для перевода контента на другой язык. Теперь, что же касается правил. Правилами не запрещено переводить свой контент на другие языки. Это действительно так. Здесь с этим никто не спорит. Однако, если алгоритмы YouTube сработают на дублирующий контент, они расценят такой канал, как перезаливщика какого-либо, кто просто берет и использует чужие видеоролики. Они могут такой канал забанить не потому, что нельзя переводить контент, а потому, что такой контент будет расценен как дублирующий. Об этом важно помнить. YouTube — это сложная комплексная система, которая работает не идеально. У нее возможны разного рода ошибки. И каждое ваше действие должно опираться на понимание того, какие ошибки может совершить YouTube в той или иной ситуации. Например, когда вы открываете новый канал для перевода в том же аккаунте, где ваш основной канал, ваш источник основного дохода, вы должны понимать, что вероятность ошибки, конечно, минимальна. Но если ошибка такая произойдет, если вам забанят канал, то могут забанить все каналы в данном аккаунте. Вы можете остаться без денег, и вам будет намного труднее решать такую проблему. В то же время, если мы диверсифицируем риски и для каждого канала мы заводим отдельный аккаунт, то у нас проблем с основным каналом, скорее всего, не будет никаких. А вот новый канал может пострадать, поскольку YouTube может расценить его как дублирующий и как не имеющий отношения к вам. Однако данную ситуацию вы сможете решать через персонального менеджера, либо через поддержку YouTube. И у вас будут инструменты и доступ к этим инструментам, поскольку ваш основной канал останется активен, и через него проще достучаться до поддержки. Это решаемо. Вот, в общем, всегда помните об этом. Не увлекайтесь дублирующим контентом, как внешним дублированием, так и внутренним дублированием. Помните, что лицензия Creative Commons не дает вам право заниматься дублированием контента. С этим нужно быть максимально осторожным. И всегда думайте о том, как YouTube может отреагировать на то или иное ваше действие. Я надеюсь, что про дублирующий контент мы поговорили достаточно детально. Так что пользуйтесь этими правилами. В комментариях давайте обсудим этот вопрос. Поделитесь вашим опытом насчет дублирования какого-либо контента, своего либо чужого, и теми проблемами, которые возникали в процессе использования этого контента. Спасибо. С вами Коно Ден. Мы говорим про YouTube. Подписывайтесь. Пока.